мир вам уважаемые друзья и дорогие коллеги мы с вами снова на канале психфарм твой который всегда на вашей стороне благодаря нашей эмблеме и нашему девизу заводших о плаке мертвых разбивая молнии благодаря нашему гуру учитель психфармача возобновляем разговор о препаратах и печени как-то забылась эта тема посмотрите пожалуйста у нас есть специальный плейлист на это препараты и печень задает вопросы а как тот или иной препарат действует на печень прежде всего надо искать ответы на вопросы там но если там чего-то нет а вопрос есть вот например такой здравствуйте доктор мой близкий человек принимает арипипрозол 10 миллиграмм два месяца диагноз не ясный он был раздражительно агрессивный после приема стал спокойный но узи показал диффузное изменение печени анализа биохимия хорошие и когда хорошие но есть одышка на второй этаж поднимается побочные действия арипипрозола или нет давайте мы рассмотрим конечно про одышку мы вряд ли чего нибудь скажем но давайте мы рассмотрим ситуацию с печенью арипипрозол и печень действует или препарат на печень как он действует на печень насколько нужно этого всего опасаться является ли в данной ситуации это побочным эффектом арипипрозола и как определиться главное самому вот послушайте этот ролик до конца вы сами можете определить ответить на вопрос не надо мне задавать лишние вопросы поверьте мне сами можете определиться является ли это поражением печи или нет это очень простой метод сейчас я вам объясню и так прежде всего на что мы ориентируемся база данных подмет это база данных о медицинской библиотеки соединенных штатов мы ориентируемся на базу данных libertox который сейчас помещена тоже на портал медицинской библиотеки соединенных штатов есть справочник лекарств который отвечает требованием государственного реестра лекарственных средств медздрава то есть мы все это анализируем ну и придумали для вас специально классы гепатоксичности обратите внимание наши классы гепатоксичности они крайне удобны потому что они отвечают на целый ряд вопросов вот например токсичность самый токсичный токсичность подтверждена то есть плохо действует на печень есть достоверные сообщения смертельных исходах всем больным надо делать анализы непременно пока человек принимает этот препарат следующий класс получше токсичность подтверждена есть достоверное сообщение смертельных исходах анализы требуется больным только с патологии печени чувствуете разницу от всем только с патологии печени на чужие менее токсичный токсичность надо изучать класс c ничего ничего не ясно нет достоверных сообщений о смертельных исходах анализы не требуется это тоже достаточно как вы понимаете подозрительной ситуации нет данных следующий класс d токсичность незначительно изучена нет достоверных сообщений о смертельных исходах анализы не требуется и самый лучший класс е токсичность отсутствует нет достоверных сообщений смертельных исходах анализы не требуется ну когда вот мы создавали эту классификацию мы придумали вот очень очень простую схему обратите пожалуйста внимание на эту схему вот на этой схеме сразу ясно как препарат вообще действует на печень по большей части вы многие даже сейчас удивятся но по большей части к счастью психотропные препараты на печень не действуют поверьте мне не такие уж наши препараты гипотоксичные это счастье если вы принимаете препарат психотропной он не действует на печень то собственно говоря и делать ничего не надо но бывают такие ситуации когда у человека в крови на поднимаются ферменты уровень ферментов и их эти необходимо сделать определенные определяется по анализу крови ну и это свидетельствует о том что некоторое умеренное поражение печени есть но она достаточно слабая как правило она обратимая если мы будем об этом говорить если эти показатели не достигают определенного уровня вообще ничего делать не надо поверьте мне не бойтесь пожалуйста незначительного отклонения в анализах ничего страшно беда состоит в другом беда состоит в том что вам назначили препарат никто не не сказал о том что может быть надо сделать анализ крови вы не сделали анализ крови или сделали анализ крови а там оказались не очень нехороший результат но вы на это просто забили в этой ситуации почему я говорю вы это я отношусь и отношу их пациентам и врачам вот в этой ситуации не у всех это не значит что у всех у каких-то может быть единиц в случае может возникнуть гепатит то есть лекарственное поражение печени это уже серьезно потому что это требует не только отмены препарата но это требует определенной терапии если опять это все запустить а такое тоже бывает поверьте мне люди это все запускают то может возникнуть острая печеночная недостаточность то есть печень отказывается работать синдром исчезновения желчных протоков и другие поражения которые уже надо лечить непосредственно в стационаре и только в стационаре и некоторые из них на природе печеночная острая печеночная сос это уже реанимация такая самая плохая ситуация когда все очень запущено то может наступить смерть и давайте мы вернемся вот от этой общей картине мы вернемся к эпипрозолу ссылаясь опять же на образу данных который называется ревертокс посмотрите пожалуйста не было зарегистрировано среди агентов причастных большим сериям случаев лекарственного поражения печени такая спокойная обстановка в инструкции препарата упоминается что сообщалось о гепатите и желтухе о случаях но никаких конкретных подробностей не представлено клинически очевидное поражение печени при применении препарата должно связаться очень и очень редко вот соответственно у нас с вами вот получается такая картина значит принимаете арипипрозол как правило еще раз говорю неизвестно в какой это кстати тоже хороший признак неизвестно у как каком проценте больных изменяются анализы известны еще раз только случаи отдельные случаи развития лекарственного поражения печени но представляете на весь мир авторе пепрозол применяется уже но я не знаю сколько потому что много лет уж по крайней мере я с этим препаратом работаю уже наверно лет двадцать и надо вам сказать я ни одного случая поражения печени видят но тем не менее в инструкции есть значит кто-то когда-то это все видел но нет ни одного случая которая бы потребовал скажем острой печеночной недостаточности который потребовал каких-то там реанимационных мероприятий ни одного случая смерти вот арипипрозол я имею в плане печени зафиксирована так что в общем безопасный препарат теперь давайте посмотрим насколько эти данные ведь это нужно тоже подтверждать есть специальные как всегда у нас мета-анализы вы знаете доказательная медицина без нее никуда нельзя потому что постоянно об этом только все и говорят есть мета-анализы которые сопоставляют различные препараты обратите внимание 1861 публикация обследована 21 статья соответствует критерии вот что такое мета-анализ беда все состоит в том что когда смотрят эти статьи то не всегда в этих статьях есть что-то что можно извлечь иногда статья пишется таким образом как курица лапой что ничего потом при мета-анализе обобщенном анализе не излечешь но 2121 статья это очень неплохо ну и данные показывают что дисфункции печени вызваны антипсихотиками встречается редко слушайте меня дисфункция печени вызваны антипсихотиками встречается редко это правда наибольший риск гепатоксичности хлорформазин клозапин и аланзапин мы кстати об этих препаратах рассказывали у нас об этом есть ролики пожалуйста посмотрите а то будете думать что это очень страшно это не страшно поверьте мне но это просто вот среди безопасных препаратов есть все-таки бухли или менее опасный ну и наконец что касается арипипрозола то здесь ясно говорит арипипрозол наряду с некоторыми другими препаратами относится к препаратам низкого риска сообщение о печеночной недостаточности не было теперь какое еще важное знание мы обязаны здесь вот для тех еще раз говорю нескольких случаев когда все-таки развивалась лекарства черта весь мир несколько случаев это чрезвычайно безопасный препарат вы можете обратиться к любому гастроэнтерологу к любому гипотологу я почему так вот улыбаясь потому что один раз я попытался вместе с гипотологами рассказать о влиянии психотропных препаратов в том числе антипсихотиков на печень они надо мной очень долго смеялись отказались работать потому что они сказали что ну вы понимаете что ваши препараты они так мало влияют на печень что нам собственно говоря и рассказывать то нет ни о чем ты к сожалению наш альянс творческий распался хотя на самом деле мне казалось бы что это все равно было бы интересно туда конечно балла по но все-таки если мы будем брать о ну когда это все развивается то это где-то в сроке 1-3 месяца еще раз говорю это всего несколько случаев теперь когда вы принимаете арипипрозол никаких анализов специально делать не нужно не нужно делать никаких специальных анализов если мы теперь распределимся какому классу гипотоксичности нашему класса относится арипипрозол токсичность незначительная думаю все с этим согласятся несколько всего лишь случаев поражение печени еще раз говорю не привели к острый печеночный достаточно не привели к смертельным исходом достоверных сообщений о смертельных исходах нет анализы не требуется теперь вооруженные знаниями вот как анализировать этот случай сами теперь сможете анализировать поражение из печени не прожили обратить внимание человек принимал арипипрозол два месяца помните значит один три месяца были случаи поражения печени значит здесь два месяца туда попадает диффузное изменение печени анализ биохимии хороший что такое анализ биохимии это вот и есть тот анализ который надо делать для того чтобы понять связано ли поражение печени вот со приема препаратов все очень и очень просто и так вы делаете простые анализы повышение в крови уровне а лт выговорить это аланин амином трансфераза до аспарта амином трансфераза а ст вы просто говорите а лт аиста любой врач вас поймет любой лабораторный врач поймет лаборатория поймет а лт а ст щелочная фосфатаза иногда говорят чеф и общий билирубин сыворотки общий а б ну удлиненное протрамбированное время международное нормализованное отношение пвм но у нас употребляется редко а вот а лт а ст щелочная фосфатаза и общий билирубин это в общем довольно часто июль теперь давайте мы с вами посмотрим помните я говорил не всякое повышение в общем то опасно и это абсолютно верно вот есть такой закон хая который говорит о том что что стать опасным трехкратное повышение нормы аиста а лт или щелочная фосфатаза более чем в полтора раза в сочетании с более чем трехкратным ростом уровня общего билирубина значит вот либо 1 критерия либо 2 вот тогда ситуация серьезно если у вас небольшое повышение аиста лт очень часто приходится этим сталкиваться поверьте мне ничего страшного не происходит можно вполне принимать препарат но разве что через некоторое время еще раз пересмотреть анализ давайте вернемся к той ситуации о которой мы с вами разговариваем биохимия в норме это значит что не повышен не аисты не а лт не щелочная фосфатаза не общий билирубин значит вот это диффузное сменение печени ну никак она не может быть связано с назначением арипипрозол скорее всего какое-то поражение печени уже у этого человека было насколько я догадываюсь ну и просто оно было выявлено случайно такое бывает еще раз сами хотите выявить у себя связь приема препарата с поражение печени пожалуйста вам вот эти анализы есть еще более интересные правила которые вела американской администрация по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств они холи сложные типа вот здесь они представлены почему американская вот администрация по контролю за продуктами и лекарствами ввела эти правила потому что вот эти вот законы хаяк или закон он все-таки все-таки но использовать до сих пор используется поверхности вполне актуален до сих пор используется при клинических исследованиях препаратов по всему миру в общем-то но идет дискуссия о том что не всегда не всегда он предотвращает какие-то ну неблагоприятные последствия хотел бы чтобы всегда ну вот администрации соединенных штатов она вела как ни странно может быть они кому-то покажутся более мягкими на самом деле если потом присмотритесь это достаточно жесткие критерии значит и вот эти правила якобы опять же согласно американским данным вот они уже гарантируют точно смотрите уровень и лт более чем восемь раз превышает нормальный или уровень и лт более чем в пять раз превышает нормальный это продолжается в течение двух дней то есть видите что здесь сделали они здесь кажется немножко раздвинули границы но они исходили из конкретной практики с конкретной статистики вот когда что-то к чему-то приводил и увеличили количество вот этих самых ограничений третье уровень а лт более чем в три раза превышает нормально это сочетается с ростом обратите внимание с любым ростом общего биорубин сыр и кикроя более чем в два раза прошу прощения более чем в два раза или вот это протрамбированное время более чем полтора раза повыше по превышает норму или уровень общего биорубина больше чем в три раза превышает нормально вот обратите внимание если вы хотите но самыми модными правилами пользоваться то вот они в любом случае то о чем нам писали про ариби прозвол раз биохимический анализ нормальный никакой связи с приемами прозвол нет делаете вы например у себя анализ принимая не репи прозвол скажем какой-нибудь аланзапин или галопередом и у вас не повышается от ст или повышается но незначительно поверьте мне вы гарантированы от каких-либо проблем и думать здесь не о чем как всегда я вас прошу пожалуйста подписывайтесь на наш канал ну кто еще учит вас практическому смыслу всех этих анализов более того эти анализы могут вам забыть сделать если вы не забудете то вы гарантированы от того что препарат не сгубит вашу печень ничего такого страшного нет еще раз говорю психотропные препараты очень безопасно хотите в стопроцентных гарантий вот они вам пожалуйста подписка лайк коммент только мы спасаем вас от поражение печени конечно шучу ну и поставьте спонсором нашего канала до новых встреч